Всем привет дорогие друзья, с вами снова канал Гараж24 И сегодня у нас очень интересная и очень актуальная тема Довольно часто автомобилисты сталкиваются с такой актуальной и частой проблемой Когда прикипает диск, когда прикипает колесо к ступице автомобиля Особенно такая проблема будет неприятно где-то в дороге, где-то далеко от дома Когда автомобилисту нужно поменять колесо по какой-либо причине Допустим по той, что колесо пробили или погнули, влетев в какую-то яму И вроде бы все болты открутили, подняли, поддомкратили автомобиль А колесо сбросить нельзя, вот оно прикипело, ногой стучи, чем ты не стучи, а оторвать его нельзя Это самая такая частая ситуация, когда все водители, я думаю, с этим сталкивались И это очень проблемно сделать в дороге Поскольку в дороге мы имеем, как всегда, минимальный комплект инструментов для этого всего Также, дорогие друзья, подобная проблема вылазит, когда мы переобуваемся То есть меняем резину или кто-то меняет все комплектом вместе с дисками К примеру, с лета на зиму Мы приезжаем на шиномонтаж И вдруг мы замечаем тот факт, что шиномонтажник не может снять одно, два, ну или все четыре колеса Потому что они прикипели И, конечно же, он начинает с этим всем морочиться, с этим всем заморачиваться Как-то его пытаться с ноги, не знаю, чем они там еще пробуют его сбить Чтобы оно отвалилось, наконец-то это колесо И, конечно же, дорогие друзья, за всю эту геморройную работу с вас берут какой-то там дополнительный тариф Потому что заменить колесо на другое, это один тариф А когда шиномонтажнику приходится возиться с тем, что колесо прикипело Это, конечно же, уже другой тариф И вы, конечно, все это понимаете И сегодня, дорогие друзья, в этом видео, как вы уже все догадались Я хочу вам показать и рассказать, что нужно сделать, чтобы с подобной проблемой никогда больше не сталкиваться Будь бы вы в дороге, или будь бы вы приехали на какой-то шиномонтаж просто переобуться Чтобы вас эта неприятность больше не ждала Поэтому давайте будем начинать Ребята, и, конечно же, для начала нужно понимать, почему все-таки диск может прикипать к ступице автомобиля По той причине, по которой у нас зимой посыпают дорогу солью, вот этими вот всякими реагентами И это, конечно же, попадает туда, к ступице, между ступицей и диском И, конечно же, все это потом нагревается и остывает, нагревается и остывает Также учитывайте тот факт, что как и диск, так и ступица, все это дело ржавеет Поэтому происходит так, что все это дело прикипает до такой степени, что его потом просто невозможно снять И вот поэтому сегодня на примере вот этого вот автомобиля Мы с вами все это дело решим, чтобы больше таких проблем у нас не было Вот о чем я говорю, у нас вот ржавеет вот это вот место, постоянно вот видно И также вот это вот место, вот видно, в принципе, в каком оно состоянии Поэтому оно и прикипает, друзья, потому что без конца мы тормозим Без конца оно нагревается, остывает, нагревается, остывает, также реагенты И все это у нас, конечно же, будет прилипать Друзья, и чтобы решить данную проблему, нужна щетка по металлу, желательно новая и хорошая Но так как у меня ее нету, я просто вам покажу на примере наждачкой Все вот здесь, вот эту вот ступицу нам нужно очистить Хотя бы минимальным образом нам нужно очистить вот от этой вот ржавчины, от грязи, от накипа Который здесь мог бы образоваться до тех пор, пока здесь не будет чисто Но лучше всего это делать, конечно же, щеткой, потому что наждачка, это неудобный вариант Друзья, ну и когда вы более-менее очистили ступицу от ржавчины Немного ее протерли тряпочкой, вытерли вот этот вот весь ржавый налет Берем баночку с солидолом, вот у меня она есть Берем ее, просто открываем, новая запечатанная баночка Это все, что нам нужно будет сделать с четырьмя колесами И делаем вот такую вот процедуру, только уже на хорошо очищенную ступицу Очистил я вам для примера, так чтобы вы понимали, что нужно делать И вот таким вот движением, пальчиком, щеточкой какой-то, это уже дело ваше Я для примера, для показа просто показываю, что в принципе требуется, чтобы колесо не прикипало Потому что это реально такая актуальная проблема, когда она случается на дороге, где-то в пути далеко от дома И где нету нигде шиномонтажов рядом И все это дело приходится делать в дороге, это настоящая проблема Поэтому вот такую вот процедуру делаем Больше в принципе с такой подобной проблемой не сталкиваемся Ну и далее сейчас будем ставить колесо Друзья, ну и конечно же, если вам понравился этот видеоролик Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал И пишите свой комментарий, как решаете подобную проблему вы Я на этом с вами буду прощаться Всем пока!